А я работаю в теплице, убираю я помидоры, вон какую кучу выдрала, еще кое-где даже с помидорками были кусты, но все уже, хватит, обрабатывать уже сил нет их, потому что белокрылка никуда не делась, одну, ну дней на 6 хватило, одну табачную шашку сожгли, 3 дня их не было, потом вторую табачную шашку сожгли, еще 3 дня их не было, и как только табачный дым весь улетучился, снова они со всей силой полетели, и вот посмотрите, вот сколько их, а вот, 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 посмотрите, вот сколько их много, ну ничего не сделать, никакими ненародными средствами, ни табаками, я поняла, что здесь только жесткая химия нужна, скорее всего, да, вот вы мне советовали тип пеки, да, правильно я, по-моему, сказала препарат, да, нужен такой препарат, чтобы вся вот эта зелень впитала в себя в химию, и чтобы вот эти вот насекомые не могли уже тут обитать и жить, почему, друзья, да, потому что их на улице такое количество, вот подойдешь к какой-нибудь зелени, потрясешь ее маленько, и, знаете, задохнуться можно, не вдыхай, вот как вот бывают, знаете, нашествия комаров, так и здесь, вот такое количество белокрылки, это надо вот сплошняком, они и на земле сидят, и на деревьях, и в траве сидят, вот пойду траву порвать птицам, задохнешься от этой белокрылки, вот столько ее много, ссылки больше не оставляю, все удаляю, сниму вот эти последние помидоры и закончим томатную теплицу. На это место вот уже вскопала я и буду засаживать помаленьку зеленью салаты, редиски, так что теплица помаленечку будет менять у меня свой облик. Привет. Куда собрался? Шишковать? Нет, ореховать. Ореховать? Ну, пошли, берем его. Пойдем. Что-то придумываю. Ну, в Сибири мы всегда ездили за шишкой, а здесь за грехами ездим и ходим. Какой? Вот эти. Там эти лежат орехи, я где-то вчера его цеплял на досочке. А что, целые? Ну, был целый. Были поклеваны, эти вроде целые лежат. Вороны ничего не оставляют. Ну, целые вроде бы. Вот, видите, лежат. Вот эти. Нет. Все побитые. Нету. Так они все поутащили уже. Остатки сбить. А, он сыпется что-то. Дрова варится. Ну, что-то он как будто как сухой, что ли, да? А-а-а. Так он что-то и сохнет у нас, Жене. Что с ним не так? Ну, сказывается он, что не попрятать это лицо. Ну, да. Что, нету ореха, что ли? Нету, нету. Был он орех, был. Он кончился, видите? Надо было раньше его нам обдолбить. В принципе, что мы всегда и делали. Попробуют. А, они берегают. Я тебе говорю, мы проспали уже весь. Мы проспали. Ну, а кто? Вороны все посъели. Кто проспался? Ну, я проспала. Вот другое дело. Но. Вот она, орешек. Видишь? Две штучки. Да, вот он, вот он, вот он. Вот. Ты где будешь собирать их потом? А что? Не найду. О, этот еще как бы зеленый, он поздний. Он уже разбился. За все. Он тоже вкусный такой вот этот орешек. Он целый. Так. Вот еще ореха мы собираем. Ну, так. На вот этом? Нет. Ну, нету. Ну, нету. Угу. Давай, большой долби. Он еще совсем никакой. Он еще раздавим, чтобы не пачкаться. Все, закончили. Ну, и что? Казалось бы, не было ореха, да? А вон еще сколько. Надолбили почти пол ведра. Так что мы в этом году хорошо наготовили орехи, по лесополкам. И здесь. А, пустые. И этого бы не осталось, если бы не обдолбили. Все бы съели. Ну, что, хвались? Вот получил вчера аппарат. Опрыскиватель. Подожди. Опрыскиватель ты мне купил на 5 литров. Это себе. На 14 литров. 14? Да. Ой, какой он здоровый. А как его таскать? Потихоньку. Вот эта штука. Я не ожидала, что там такая большая будет. Как у мотоблока мотор. Ну, да. Почти как у мотоблока. Так он чемпионы есть? Да. Это мотоблока, триммер. Или триммер, да? Триммер. Фирма та же, да? Да. Ничего себе. Какая штука. Это ты теперь будешь все дуть. Да? Не брызгать будешь, а напором будешь дуть. Ну, работать так получается будем. Короче, получается. Ты на озоне выписывал, да? Да. Покупал на озоне. То есть, смысл вот в этом аппарате какой? Не то, что он там бензиновый или еще что-то. У него за счет вот этого вот пушки, сопла, там разное распыление. Есть вот насадочки тут, какие-то лежат. Разные сетки, градации разные. Чем она хорошо? Завестрение происходит хорошее. То есть, достает прямо до самого нужного места растения. Ага. Вот. Без инструкции тут. Не попадешь. Ага. Ну, что себе, какой он здоровый, Жень. Так он, наверное, тяжелый. То это его на себе как-то таскать, да? На плечи он одевается. 9 килограмм. О, только пустой 9 килограмм. Ладно, кто что. Ой, дай мои семена. А я пошла в теплицу сажать. Ну-ка. Ой, боженьки, Женя. Еще где-то стартер надо дернуть, чтобы завести. Ой, Женя, так вот ты завалишься где-нибудь с ним. Где стартер-то? Ручку, чтобы дернуть, завести. Подожди. Какой шармин? Ой, нет, как смешно. Где ты? Нет, она есть, но она, знаешь, вот здесь. Блин, а как бы я дочинусь. Подожди, подожди, давай руку. Ой, мой, мой, все. Давай ту. Сдаюсь. Давай ту. Нет, я хочу уйти на стол. Я тут не могу. Нет, подожди, а как заводиться-то? Ну, это я не знаю. Ну, наверное, на земле заводиться, а потом на плечи или как? Вот это тоже я не знаю. Жень. На чьи плечи-то хоть? Естественно, на земле можно, но только на чьи плечи потом-то. Дудку забыл, самую большую. А я принесла похвалиться вам своим аппаратом. Вот сейчас пойду, семена позасею и попозже вечером. Кстати, сегодня у нас что-то какая-то такая пасмурная погодка. Хотя с утра так жарко было, солнышко. Ну, да ладно, оно и лучше. Можно, наверное, сейчас посею и пойду обработаю теплицу. Обработаю фитовермом. Вот как раз испробую вот этот свой аппарат. Вот так вот. Продолжение следует... 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 По-моему, струёй я поубивала всю белокрылку. На всякий случай я заикнусь, что два аппарата, которые мы вам показали сегодня, это не реклама. Чтобы меня за это не привлекли. Женя свой собирает, ещё не опробовал. А вот этот, если вот кому-то интересно, могу порекомендовать. Мне он очень понравился. Ой, подожди, подожди! Ничего себе, как он дует! Ничего себе! Ничего себе! И чё? Телега вообще! А как он? А принцип как? Вот эта трубка, шланга, это для подачи химикатов. Этот кран, тут дозировка 1, 2, 3, 4. То есть насколько открываешь, по объему выкида. Всё регулируется здесь. Здесь кран стоит отсекающий, то есть открыл. Вот открыл. Это химию отсекает. Вот так закрыл. Всё. Это просто стоит крыльчатка, нагнетает воздух. Когда мы открываем жидкость. Здесь отрепетировали объём выхода, какой нам надо. Здесь сопла. Меняются, разные есть. Этот за счёт, ну для завихрения разного. И всё. Поставил нужный дозатор сюда, сколько выхлопов. Газу ему клац. И пошёл. Только надо это, противогаз одевать. Ну так оно будет. И это, АЗК. Химсочиту. И всё. И можно прямо ходить по осаду. Просто вот так ходить. Осенью сейчас будешь уже этой обрабатывать, да? Да. Теперь на осень у меня уже запланировано. Несколько сотен литров. Выброс, говорит. Ну понятно. По земле, по деревьям, везде. В этом году мучка нас вообще замучила. Везде она ползёт, везде. Зелёное сейчас вот что есть, листва, всё. Вроде как всё хорошее. А вон тебе топинамбр стоит. И на нём мучка. Мучка? Да. Ну давай разведём топаз. Это ужас какой-то. От сосочий грызущих. И топаз. И пройдём вот эту. В теплицу даже сегодня вот чистила. Где-то вот берёзка там попадается. И на берёзке мучка. Мучка тоже, да? Да. И в теплицу она зашла. Везде. Везде мучка. Чтобы я в теплицу видела, как я дую. Так ты подожди. Ты мне там выдуешь всё. Ей нельзя. Почему? И последние помидоры свалятся с верёвок. Ты чё? Это зависит всё от газа. То есть, чем больше газа, тем больше воздуха даёт. Я могу на средних. Я тебе вот так и пролью и всё. А что это такое? Ветерпле. Похоже, как от новых уток. Утиная? Или куриная. Не знаю. Опять вы как… Слушай, ну оно как не болтается. Я тебе говорю, как новое. Свежее, свежее, да? Автомог вытащите отсюда. Не знаю. Слушай, ну это же уже не первый раз мы здесь яйца выкапываем. Че к чему. Женя, ну такое ощущение, что она не порчена. Сейчас разобьем, посмотрим. Так, а я все-таки решила, друзья, на вот это место, где у меня летом были помидоры, рассадить сюда малину. Женя землю мне подготовит и буду рассаживать. Здесь уже все готово. Шпалера, все натянута. Проволоки, то есть будет за что крепить кусты малины. Но Женя, как только узнал, что я больше помидоры сюда не буду сажать, так он сразу глаз на это место и положил. Сказал, что виноград сюда посадят. Но нет, не дала я ему. Отвоевала я этот клочок для себя. А малина? Малина у нас изначально находилась на своем месте. Пока вот эти вот персики были маленькие, они не мешали друг другу. А сейчас деревья разрослись и подхода к малине совсем не стало. Здесь у меня два широких ряда получается малины. Проход, конечно, все сейчас замкнулось, заросло. Но вот буду пересаживать, все обработаю. И вот что идет близко вдоль деревьев, пересажу на ту шпалеру. И освободится у нас подход к персикам. И знаете, еще в чем проблема? Когда малина уже поспевает, а это начало июня, надо обрабатывать персики химией. И у нас постоянно с Женей идет война. Я понимаю, что нужно обрабатывать, но невозможно же на малину лить химию. Поэтому в какой-то период у нас персики остаются необработанные. А это плохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Все вот эти трубы проволоки я отвязала по сторонам, их вот так раскинула, чтобы мне они не мешали. Здесь все перепишутся на малину лить химию. Подрезаю побеги, макушки по обрезаю, подвяжу ее и вот будет вот такой вот шикарный у нас заход к персикам. Вот наша основная цель, чтобы был подход свободный к персикам, чтобы можно было и обрабатывать их хорошо, ну и естественно и собирать. Ну, я думаю, малинки будет на новом месте намного лучше. Субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексея А. Субтитры Алексея А.